В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Загадки под водой. Вода – источник жизни, но не для жильцов дома номер один на улице Хлыновской. У них наоборот. Несколько лет нет нормальной жизни из-за потока воды. Постоянно топит подвал, из-за высокой влажности обваливается штукатурка, появилась плесень и завелись комары. Ответственность за наводнение в подвале никто не берет, ни управляющая компания, ни коммунальные службы. Чтобы решить эту загадку, жильцы дома обратились в Общероссийский народный фронт. Насос не стрелялся, то есть он за один день даже не мог выкачать полностью подвал. Чтобы полностью подвал выкачать, приходилось 3-4 дня насоса, постоянно работать, 4-5 суток. Из-за непрерывной работы насоса выросли платежи за электроэнергию. Осушения хватает ненадолго. Пара дней и подвал снова заполнен водой. При обследовании жильцы дома вместе с управляющей компанией заметили, что вода просачивается через стены и размывает фундамент. Собственники квартир боятся, что долго их жилье не простоит. Мы опасаемся, что стены отсыревают. Думаю, все-таки уже очень много лет. И что это, возможно, приведет к разрушению. Мы писали неоднократно различные письма и в КТК, и в Водоканал. Все говорили о том, что нашу проблему не устранить. Позже выяснилось, что за стеной подвала проложены трубы теплоснабжения. Кому они принадлежат, жильцы еще не разобрались. Теплоснабжающая компания утверждает, что трубы не их, а муниципальные. Как считают активисты ОНФ, про коммуникации просто забыли во время концессионного соглашения. Однако жильцам от этого не легче, проблема-то не исчезает. Активисты Народного фронта взяли пробы воды в подвале и отправили в лабораторию, чтобы узнать состав воды и ее происхождение. Также направили обращение в прокуратуру, чтобы установить собственника теплосетей и обязать его перекрыть подачу воды.